27 мая депутаты законодательного собрания провели традиционные встречи с населением в своих избирательных округах. На них обсуждались итоги социально-экономического развития Кубани, ход реализации различных программ. Парламентарии рассказывали о принятых законах, о проектах, над которыми сейчас ведется работа. Подробности в первом материале выпуска. Такие встречи – возможность узнать от людей, как работают нормативные акты, обратить внимание на проблемы, которые поднимают жители. В Славянском районе встречу с населением провел депутат ЗСК Виктор Чернявский. Ее участниками стали педагоги и врачи, представители общественных организаций, депутаты, руководители предприятий, председатели ТОС, жители города и сельских населенных пунктов. Открыл встречу глава района Роман Сенеговский. Есть возможность у жителей края послушать отчеты о социально-экономическом развитии Краснодарского края за текущий период и перспектива развития нашего края на текущий год. Виктор Чернявский рассказал об итогах социально-экономического развития края, выполнении краевого индикативного плана прошлого года. В развитии страны наш край вносит достойный уклад. На апрельской сессии законодательного собрания мы рассматривали итоги выполнения индикативного плана социально-экономического развития края за 15-й год. Вкратце об итогах. На Кубани, несмотря на все объективные сложности, большинство макроэкономических показателей 2015 года имели положительную динамику. Объем валов оригинального продукта составил 1,6 трлн рублей. По объемам промышленного производства в крае 2015 года оставался лидером в Южном федеральном округе. Во время общения депутата ЗСК с жителями обсуждались принятые законы, проекты, над которыми сейчас ведется работа. Жители имели возможность озвучить волнующие их проблемы, касающиеся социальной и экономической жизни района, обсудить пути их решения. Также перед собравшимися выступил заместитель главы района по вопросам экономического развития Евгений Колдомасов, который проинформировал о предварительных итогах выполнения индикативного плана социально-экономического развития района в минувшем году. С отчетом о взаимодействии Совета молодых депутатов с исполнительными и законодательными органами власти выступила председатель Совета молодых депутатов Ольга Фоменко. О работе общества любителей истории и краеведения доложил его руководитель Дмитрий Решмид. Деятельность общества любителей истории и краеведения очень разносторонняя и многогранная. Сегодня по поручению главы муниципального образования Славянский район Романа Ивановича Сенеговского членами общества готовится к изданию книга «Славянский район истории и современности». А это значит, что впервые вся история района, история поселений и основных отраслей народного хозяйства района будет объединена под обложкой одного издания, которое станет незаменимым пособием для изучения истории Малой Родины в учреждениях образования всех уровней. Ведется работа по уточнению фамилий воинов-земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Часть фамилий уже увлековечена на пилонах варка 40-летия Победы. Проводится цикл встреч с выдающимися земляками. В завершении встречи глава района Роман Сенеговский выразил благодарность Загонодательному собранию края Виктору Чернявскому за постоянную помощь в решении многих вопросов районной отрасли образования, здравоохранения, АПК. Алена Лавринова, Георгий Калинин, Константин Монастыренко, программа «События».